Всем привет! Вновь поднимаем историческую тематику и сегодня у нас на обзоре легендарная архитектура семейства компьютеров от корпорации IBM, называемая система 360. Система 360 – это своего рода воплощение самых первых идей стандартизации в компьютерном мире, и это вовсе не микропроцессор, а все еще архитектура соединения большого числа транзисторов между собой. Безусловно, она оказала большое влияние на все дальнейшее развитие информационных технологий. И сейчас мы поймем, почему так случилось. Между самой первой серией ЭВМ, поступившей в свободную продажу и рассматриваемой сейчас системой 360, прошло без малого 10 лет. За это время практика построения компьютеров выделила два их основных направления деятельности. Это научные вычисления и компьютеры для управленческих задач. В первом случае ученым был необходим весьма универсальный формат представления чисел для охвата широкого диапазона значений от микроскопических до астрономических. Формат числа с плавающей точкой позволяет решать любую научную задачу, а это, как правило, расчеты, где необходима большая точность. Для задач управления компьютерам вполне хватает формата чисел с фиксированной точкой, она же запятая, как нам более удобно на слух и как мы привыкли записывать. Главное, выбрать расположение этой самой запятой и разрядность числа, чтобы охватить весь диапазон допустимых чисел в конкретной задаче. Более подробно об устройстве чисел с фиксированной точкой можно узнать из статьи на ресурсе Яндекс Ден. Ссылку оставлю в описании. Из-за того, что формат числа в отдельно взятой ЭВМ может быть один, исходит некоторая ее простота, позволяющая снизить стоимость компьютера. Однако, как мы все понимаем, решать конкретные задачи на непредназначенной для этого ЭВМ весьма неудобно. Так называемая система 360 была спроектирована как универсальная система, пригодная для любых вычислительных задач. Число 360 в названии серии говорит о возможности охватить полный круг задач буквально на все 360 градусов. В этой серии ЭВМ впервые был стандартизирован такой размер данных как байт. Именно в этот момент он стал равен 8 битам. Формат числа с плавающей запятой также был стандартизирован. Благодаря большому объему памяти можно было размещать в ней большое количество одновременно работающих задач, а кроме того для их взаимной безопасности каждая из них работала в своем адресном пространстве. За формирование реального физического адреса отвечало аппаратное обеспечение компьютера. Было введено в обиход такое понятие, как виртуальная память, разбиение ее на страницы и откачка ненужных пока страниц на дисковые накопители информации. Даже с малым объемом реальной оперативной памяти, объем виртуальной памяти мог быть гораздо более большим. В полный рост вошло в обиход понятие виртуальной машины. Очень часто какого-либо из пользователей компьютера мог смущать факт того, что с переходом на новую архитектуру ЭВМ придется заботиться о смене программного обеспечения. В то время кто покупал компьютер, тот фактически и писал все программы. Единая архитектура с универсальным набором инструкций. Линейка компьютеров от самых дешевых до самых дорогих и наличие виртуальных машин спровоцировали высокий спрос на универсальную ЭВМ. Виртуальная машина – это программа, имитирующая все элементарные машины и операции ранних компьютеров. Если подать на вход таких программ исполняемый машинный код от старых программ, то как будто бы начинает работать компьютер совсем другой архитектуры, но не реальный, а в виде программной модели, хотя результаты вычислений вполне реальны и корректны. Такие языки, как Java, Python, JavaScript и еще множество других, предусматривают компиляцию в машинный код именно для некоторой абстрактной виртуальной машины. Об этом чуть более подробно можно посмотреть в выпуске про виртуальную машину и язык программирования Java. Кто бы мог подумать, что этой идее уже скоро 60 лет. Ссылка на весьма интересное видео также останется в описании. Давайте немного пройдемся по общему внутреннему устройству. Как уже было сказано в предыдущем видео, на смену вакуумным электронным лампам очень быстро пришла совершенно иная элементная база. Это полупроводниковые приборы, называемые транзисторами. Как и в лампах, в них есть контакт, управляющий проводимостью электронов между двумя остальными контактами. Эти полупроводниковые ключи соединяются в более сложные комбинации, способные выполнять простейшие логические функции. О логических функциях можно узнать более подробно в одном из самых первых видео. Смотрите по ссылке в описании. Внешне компьютеры из серии 360 выглядят весьма стильно. Основная вычислительная логика в виде транзисторов прячется в главном блоке, который безошибочно узнается по консоли программиста. Лампочки и тумблеры позволяют увидеть содержимое любого из внутренних регистров, изменить их содержание, а главное – пошагово посмотреть ход выполнения программы, если в нее закралась ошибка. Оператор компьютера обзавелся клавиатурой с печатающим устройством. Это позволило общаться с компьютером в режиме диалога. Отправляешь команду и получаешь ответ на бумаги. В отдельно стоящих шкафах размещалась дополнительная оперативная память, средства ввода-вывода, а также хранения информации. Наиболее дешевым способом хранения было сохранение программ и данных на магнитную ленту. Однако съемные жесткие магнитные диски были более дорогой и быстрой альтернативой. Разумеется, устройства чтения данных с перфокарт еще оставались какое-то время только потому, что переход на новые носители – это процесс постепенный. Весьма захватывающие и познавательные ролики про способы хранения информации при помощи магнитных материалов можно также найти по ссылке в описании. Теперь заглянем внутрь главного модуля. К общей шине, проводящей команды и данные, подключены собственно блок обработки данных, блок управления, контроллер памяти, к которому присоединена сама оперативная память, и с внешними устройствами работают дополнительные процессоры, позволяющие не отнимать драгоценное время у основного процессора при вводе и выводе информации. В блоке управления расположены регистры для хранения информации о задаче, выполняемой в данный момент. Так называемый счетчик инструкций содержит адрес выполняемой команды в памяти. Первоначально адресация была 24-битной, но была расширена до 31 бита. Это значит, что адресное пространство одной задачи составляло от 16 мегабайт до 2 гигабайт в более дорогих вариантах машин из этой серии. То же самое произошло, когда годами позже фирма Motorola расширила адресное пространство с 24 до 32-битной адресации в своих легендарных процессорах 68К. О них еще будет отдельный выпуск. Статусный регистр содержит информацию о текущем статусе выполнения процесса, и это на самом деле тема для отдельного разговора, останавливаться подробно на этом не будем. Некоторый регистр с очередной исполняемой инструкцией позволял дешифратору выработать все управляющие сигналы, ведущие в самые отдаленные уголки этого компьютера. Особое внимание заслуживает модуль обработки данных, который сделал этот компьютер универсальным для всех задач. В этом модуле располагаются 16 регистров общего назначения, разрядностью аж в 32 бита. Два арифметика логических устройства позволяют производить различные операции как с числами с фиксированной точкой, так и в двоично-десятичной системе счисления. Все это позволяет сделать довольно обширный набор инструкций этой серии машин. Необходимо еще отметить, что незабытые числа с плавающей точкой предназначены и для научных вычислений. Для их временного хранения предусмотрено 4 регистра с невероятным для того времени размером в 64 бита, позволяющим разместить 4 числа двойной точности или 8 чисел одинарной точности. Для операций с этими довольно сложными форматами представления величин предусмотрено отдельное арифметико-логическое устройство. Как можно заметить, это все тот же компьютер, построенный по принципам фон Неймана, но уже чувствуется довольно основательный подход к многочисленным деталям и осознание важности стандартизации всего довольно разнообразного хозяйства. Последующие серии компьютеров, являющихся вычислительными центрами на предприятиях, носили название «Система 370» и потом «Система 390». Это были уже суперсколярные микропроцессоры с кэш-памятью и работающие на высоких тактовых частотах. Только линейка процессоров Pentium от корпорации Intel смогла догнать и перегнать эти легендарные компьютеры. Они были вынуждены уступить свое место более эффективным и дешевым решением. Один тот факт, что эту серию компьютеров скопировали в закрытых от всех странах Варшавского договора, уже о многом говорит. У нас это была знаменитая серия машин «Единые системы». Большинство примененных на практике идей пришли с инженером по вкусу. На этом обзор окончен, подписывайтесь и ставьте лайки. Впереди у нас не менее значимые процессоры и архитектуры. До новых встреч!